привет дорогие друзья снова с вами замероз сегодня мы начинаем поздневесенний сезон и сейчас мы взглянем на карабин g36 это удивительный карабин который впервые появился в далеком 2005 году знаменитом battlefield 2 к сожалению он не появлялся в серии игр batcom и этот карабин вернулся лишь в номерной battlefield 3 где он сыскал дикую популярность в battlefield 4 он сильно изменился и мне лично эти изменения не понравились для открытия этого карабина вам потребуется набрать 48 тысяч очков с помощью карабинов почему g36 мне не понравилось все из-за того что была изменена сфера применения а все за счет иной отдачи иного темпа стрельбы характеристики максимальный урон 24 минимальный 15 целых и 4 десятых темп стрельбы 650 выстрелов в минуту перезарядка полный у вас займет 2,85 секунды тактическая 2,1 если раньше то есть battlefield 3 g36 оказался очень вариативным карабином он обладал высоким темпом стрельбы в 750 выстрелов в минуту и обладал очень низкой отдачей что позволяло отлично работать на средней и короткой дистанции в battlefield 4 он стал неким вариантом для дальних дистанций почему мне это не нравится да потому что очень спорная роль для карабина а все из-за низкого минимального урона помимо сферы применения изменилась отдача теперь у нас отсутствует горизонтальная отдача а вот вертикаль увеличили с 0.28 до 0.33 хотя это не так страшно так как был значительно уменьшен темп стрельбы и по мне это главный минус варианта из battlefield 4 650 выстрелов в минуту это совсем смехотворно и неэффективно при таком уроне на средних дистанциях работать можно но осторожно так как любой другой ствол вас может перестрелять тот же аку-12 имеет двойной темп стрельбы то есть 680 выстрелов в минуту и в режиме ассички 750 и это его спасает плюс имеется более низкая вертикальная отдача я бы не стал бы рекомендовать данный карабин все же существуют более приемлемые варианты например аку-12 или а к 5 c но если вы решили взять немцу то рекомендую поставить утолщенный ствол для увеличения точности при стрельбе в прицельном режиме короткую рукоять она уменьшит разброс при прицельной стрельбе слота аксессуаров мы оставим пустым волцу особо необходимости нет ибо в бой на короткой дистанции лезть просто самоубийстве целом обидно что произошло с этим замечательным карабином ведь в battlefield 3 он был лучше удобнее и интереснее но ситуация изменилась кстати в следующей части battlefield а в хардлайне мы имеем некий микс из варианта battlefield 3 и battlefield 4 а в battlefield 4 есть более предпочтительные варианты которые обладают более приемлемыми характеристиками для дальних дистанций но думаю на этом все спасибо что смотрели увидимся на поле боя пока